Да, ну привет еще раз, ты на расхват. Привет, Литалик. Джонни Кэш. Да. Скажешь пару слов о месте, где мы находимся. Здесь крутая ретро-тачка. Здесь не одна крутая ретро-тачка, потому что это на самом деле музей культовых автомобилей так называемый, который находится прямо внутри моста. И поэтому это еще и называется проект мост. Это Крымский мост, мост между метро Паркультуры, метро Октябрьская в Москве, да. И вот в этом подмостовом пространстве организован такой музей, музей культовых автомобилей. Вот прямо сзади нас один культовый автомобиль, слева культовый автомобиль. Куда они посмотрели? Справа везде есть культовый. У него шерифа даже машина. Да, машина шерифа, а что ты шериф, так сказать. Вот, и это место держат и делают здесь активности разные наши друзья, которые очень хотели, чтобы мы каким-то образом что-нибудь здесь провели у них. И когда мы закончили нашу крауд-компанию на сайте планета.ру по сбору средств на записи выпуска альбома 15, и одна из акций была закрытая вечеринка для фэнов, мы поняли, что ее надо делать здесь, потому что это место очень экзотическое, о нем много кто слышал. А, туражно прям. Да. Много кто слышал, но мало кто здесь был, потому что он недавно открылся, тут же грянула пандемия. Музейным объектам запрещено работать в пандемии, то есть они не могут работать ни с 25, ни с 50% ограничением никак. И поэтому мы решили сделать здесь концерт. Ну и концерт, соответственно, это будет как бы одна из презентаций нового альбома вашего? Все так. А на самом деле единственная презентация, потому что наступивший 21 год, год 30-летия, и вообще как бы, но возрастным группам, таким как «Тураканы» уже, для нас, ну так уж получается, не то, что мы этого очень хотим, но просто это и восприятие публики, и объективная реальность. Скажем так, юбилей, круглые в особенности, крупные, это более важный информационный повод, чем даже выход нового альбома. Хотя я очень рад, что эта новая пластинка оказалась записана и выпущена в преддверии, а вторая часть выйдет и внутри юбилейного года. Тем не менее, все наши концертные активности в юбилейном году мы планируем посвятить именно 30-летию. Вот, поэтому все те московские концерты, питерские концерты, концерты в регионах, туры и так далее, которые, как мы надеемся, у нас случатся осенью 21-го, все это будет посвящено 30-летию, конечно, не без песен с альбома 15 в юбилейном сет-листе, и тем не менее, никаких специальных мероприятий по поводу выхода альбома, как раньше это было презентация альбома, шумная и веселая, широкая масленица. Нет, этого мы не планируем. Но вы сегодня еще клип снимали, правильно? Я хотел еще рассказать о том, что мы сегодня здесь это мероприятие снимаем на многокамерное видео при помощи наших друзей из компании All Star TV. И это самое видео станет чем-то вроде презентации этого альбома для всех тех мальчишек и девчонок, а также дядечка и тетечек, которые живут далеко от Москвы. На видео будут все треки зафиксированы? Абсолютно, от первого до восьмого. Мы сыграем целиком и полностью первую часть альбома 15. Это будет выложено, естественно, в интернет, это будет презентовано нами на нашем ютуб-канале, и, соответственно, как бы видеопрезентации этого самого альбома увидит абсолютно каждый, кто только этого хочет. Что касается съемки видео, другого видео, видеоклипа, да, действительно, мы сегодня сделали попытку съемки клипа на нашу новую песню, песню с первой части альбома 15. На ту самую песню, которая дала ему под название «И ничего, кроме правды». Вообще мы практически с самого-самого начала, то есть с момента появления этой песни, думали о том, что она должна быть экранизирована обязательно, потому что нам казалось, что это наш новый большой хит. И так вышло, что в преддверии выхода альбома 15 у нас вышли такие, как бы, промо-ролики на три другие песни. А с песней «Ничего, кроме правды» дело замялось, немножко заживалось. Мы в недрах группы генерировали разные сценарные идеи для видео на эту песню, но в результате как-то ничего из этого не сращивалось и ничего из этого не захватывало. И вдруг на нас вышел парень, которого зовут Даниил, и он занимается уличной документалистикой. То есть фактически он фиксирует на очень классную оптику в разных режимах, типа слоумо, очень художественно. И как бы даже со стороны это выглядит, как будто бы это постановочное художественное видео, но при этом он снимает вот эти уличные манифестации, уличные активности, которые сейчас происходят или происходили какое-то время назад. И когда мы связались с ним и начали какое-то взаимодействие, и он подложил небольшой кусочек песни «Ничего, кроме правды» под свой короткий видос, который он снял сравнительно недавно, по-моему, вот как раз-таки 23 января, на предыдущую неделю назад, да. И прислал мне, я охренел от того, насколько это абсолютно полностью совпадает по духу, по атмосфере, по темпу и так далее. Я не буду сейчас рассказывать о том, что и как он делает, какими художественными, техническими приемами он пользуется. Все увидят и поймут это, когда мы наш этот видеоклип презентуем. Я просто могу сказать, что сегодня впервые за 30 лет существования группы «Тараканы» и лет за 20 активной съемки видеоклипов мы участвовали в клипе, который снимался как документальное кино, а не как постановочное музыкальное видео. То есть я был в этой гуще событий, наши фэны были в этой гуще событий, мы пели на камеру, мы взаимодействовали с правоохранителями, мы взаимодействовали с теми людьми, которые взаимодействовали в кадре. И все это было по-настоящему. То есть это было стрёмно, это было тревожно, это было опасно. И несколько наших фанатов пострадали, были свинчены, что называется, прямо во время съемки одного из эпизодов. Вот. Посмотрим, что получится, потому что на самом деле для нас это новый опыт. Соединение музыкального видео с документальной съемкой, причем с документальной съемкой в очень оригинальной манере. Когда слоу-мо идет, и идет ряд, цепь этих космонавтов, и камера очень-очень подробно, очень-очень скрупулезно выхватывает глаза этих людей, а иногда и полностью лица, потому что они только недавно стали в масках, да, перед этим они были, вот. И то же самое происходит с манифестантами, и это работает лучше любого сюжета. Но мы посмотрим, что получится. Да, мне кажется, это просто на память останется, как срез времени. Возможно, да. Вот в 91-м году там был какой-то... Да, да. Жаль, у нас не было цифровых камер в 91-м, да, мы бы обязательно сняли бы трох на баррикадах. Как ты думаешь, чем вообще эти все выходы? Это чем-то закончится? Будет какое-то логическое завершение? Или вот неделю назад, сегодня, может, еще через неделю? Вариантов очень много. Я не политолог, и я не занимаюсь профессиональным анализом политическим. Но любой может предсказать, что может случиться. Может быть, еще более лютое завинчивание гаек, потому что я уверен, что во власти есть несметное количество людей, уверенных, искренне верящих в то, что стоит приложить чуть побольше силы, стоит быть чуть более агрессивными, как эта самая народная, как сказать, волна, инициатива, да, по ветре, спадет само собой, потому что все обострутся. Есть вариант другой. На улицу выйдут абсолютно все, то есть просто вся страна. А я тут недавно видел документальное исследование, в котором социологи говорят, что достаточно 3,5% от всего населения для того, чтобы просто свергнуть власть существующую. Есть вариант 50-50, когда власть говорит, окей, мы поняли, вы что-то хотите, давайте посмотрим, что вы хотите, как и что мы можем сделать, для того, чтобы и волки были осыты, и овцы были целы, да. И есть множество оттенков тех или иных, то есть этих трех вариантов. Так что будем смотреть. Я сегодня еще видел пост где-то там на «Медузе» или где-то, что, не знаю, как это правильно называется, какого-то главного редактора там «Медиазоны» повязали, потому что что-то решили, что он похож на тебя, или он там репостнул какое-то что-то с тобой. Слышал об этом? Я слышал об этом, да, вчера, после того, как мы отыграли очень веселый шебутной концерт в «Солнечногорске», после чего праздновали день рождения нашей одной поклонницы там, я вдруг решил проверить инстаграм, и мне туда пишут люди, что ты слышал, главреда «Медиазоны» повязали, и ты каким-то образом в этом, типа, виноват как бы, там, ну, понятно, в кавычках. И я попытался разобраться в ситуации, но так и не понял, каким именно образом репост им чьей-то шутки на чьем-то левом твиттере. А шутка заключалась в том, что, оказывается, мы с ним похожи внешне, как бы, хотя я... Я не вот показывал жене, я говорю, похож на Дмитрия Спирина. Да, я тоже сходства не нашел, но многие люди считают, что так же, что я похож на Илона Маска, если с другой прической, на Бориса Моисеева, с третьей прической на Игоря Гаррика Сукачева, а еще на блогера... На Гаррика Сукачева, скорее, в кепке, вот в такой... Да, в кепке, да. Еще на блогера, как же его фамилия, забыл, неважно, ладно. Короче, смысл в том, что я написал нескольким своим друзьям, про которых я знаю, что они разбираются в политических, всех этих... Даже не в политических, сколько в политических, сколько в политически-уголовных замесах, юридических, да. И я говорю, я не понял, что произошло, в чем замес и каким боком эта фотка там. И они попытались мне объяснить, но, как сказать, знаешь, иногда кажется, вот человек что-то говорит, каждое слово тебе понятно отдельно, но смысл фразы не доходит. Вот здесь примерно то же самое, как бы. Вроде они мне части этой формулы смогли разжевать. Короче, я записал ролик в поддержку Алексея Навального. Ролик в поддержку Алексея Навального с моей фотографией, взятой админами YouTube-канала Навального. Был запощен на их YouTube-канал. На фотке было написано «Дмитрий Спирин за Навального». Кто-то увидел эту фотку, сделал ее скриншот на свой Twitter и написал какой-то забавный пост о том, что главред Медиазоны почему-то начал петь в группе «Тараканы» и называется «Дмитрий Спирин». Главред Медиазоны его репостнул, этот самый пост, после чего его забрали. Вот такая вот история. Желаем ему освобождения. Желаем ему скорее освобождения. А он уже вышел, да, и уже связался с нами. Подъедет? Сегодня он не подъедет, но он попросил подогнать ему какой-нибудь наш мерч. Он в нем собирается идти на суд. А мерч у нас как раз есть, вон, неплохой. Вон, посередке майка «Голый король». Мне кажется, ему подойдет. Ладно, все, спасибо. Жду выступления. Тут куча народу хочет сфоткаться. Да, и вообще-то. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...